Идем дальше. Вот еще вот такая вот у меня брошка есть. Это мексиканская брошь, но тоже я думаю года 60-е, 70-е. Мексика. И это серебро 925-й пробы. Вот так вот уже. Видно уже. Потом здесь вот есть значит какие-то буквы, цифры. Я тоже смотрела, пробивала по интернету. Это вот там просто в Мексике есть определенные местности, где вот занимаются вот такими вот ювелирными серебряными украшениями. Все это делают и здесь камни натуральные. Здесь скорее всего агат и тигровый глаз тоже. Но все хочу сказать, вот здесь вот такая вот есть штучка. Я думала, что это можно носить как кулон. Оказывается нет, так как брошь тяжелая. Когда ее прикалываешь к одежде, вот эта вот штучка, она выполняет как утяжелитель, чтобы она не переворачивалась. То есть она прямо на одежде вот так вот крепится. Тоже все продумано. Такая вот прикольная, тоже интересная брошка. Серебряная, тяжелая. Еще хочу показать вот такую вот брошку. Это тоже винтаж. Дамаскин, Испания. Причем это настоящий Дамаскин, потому что есть под Дамаскин, а это настоящий Дамаскин. Значит в Испании, в городе Толедо, ну я не могу сказать, что прямо это брошка из Толедо или там что-то. Ну испанская. У них там вот эта вот инкрустация вот таких вот металлов. Они там делают вазы, делают красивые там всякие штуки. Ну и конечно вот броши делают. Ну скажем так, стиль вот здесь вот арабских элементов. Вот у меня еще другая была побольше Дамаскин. Ну я ту продала, там была птица с какими-то растениями. Вот она была большая такая. А вот это вот такие вот узоры, арабские элементы. Казалось бы, почему Испания, почему арабские эти? Ну потому что там ремесленники в основном были арабами. И вот это оттуда пошло. Очень интересная техника и очень сложно делать ее. По металлу в основном они используют либо латунь, либо серебро. Ну вот здесь в данном случае, конечно, латунь. Им делают такие ложбинки. Потом тоненькой проволочкой, тоненькой-тоненькой серебряной или там медной проволочкой выкладывают. Сейчас, если видно. Вот такие вот всякие узоры. То есть это все прям очень кропотливо делается. А потом все это затемнение делается в сам фон. Тоже как-то там специальной техникой. И получается вот такая красота. И почему я сказала, это настоящий Дамаскин? Потому что вот так, когда проводишь или там берешь лупу, видно, что это все, все-все-все. Это как бы сделано, как такая тонкая-тонкая работа. Кстати, та большая была, она была более как бы грубее сделанная. А здесь она настолько прям какое-то ювелирное сделанное, тонкое. Ну и тоже вот застежка такая. Ну я тоже думаю, что это может быть там 70-е годы. Такая вот груз. Тоже из-за уважения к мастерам вот. Очень красивая. Так, ну дальше. Теперь вот такая брошь. Это американская брошь. Кстати, все американские броши, какие у меня были, я их все продала. Прям лотом. У меня их хорошо взяли. Американские броши, конечно, очень красивые. Но это уже у них там идет производство. И там идет штамповка, там уже на высшем уровне. В общем, все не так, конечно, как вот эти вот старинные броши, которые там единичные делаются. Нет, здесь уже идет фабрика. Здесь уже штамповка. Ну, конечно, красивые изделия. Здесь стоит проба МФА. Это Бостонский музей изобразительных искусств. То есть там находятся ювелирные украшения. И по вот этим вот ювелирным украшениям выполняются украшения под стиль, вот тех вот, которые находятся в том музее. Ну, как бы здесь написано тоже, что они покрываются каким-то тонким слоем золота, 24-каратным написано. В общем, все. Ну, как бы где-то вот есть такой экземпляр, настоящий брошь. Из-за драгоценного металла. А это вот уже сделанное под нее. Ну, вот. Вот такое вот тоже красивое. Кошки такие. Дальше будет следующая серия.